МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За железнодорожные пути крестьяне и рабочие поначалу вообще бесплатно или за очень маленькие деньги. Трудились даже женщины и дети. В Царской России очень хорошо понимали, какую выгоду им цурит железнодорожная связь с Западной Европой. Ее примеры исследовали. Первая железная дорога мира появилась в Англии в 1825 году между городами Дарниктон и Стоктон. Затем были дороги Франции, Германии. А в российском первой железной дороге появились в 1837 году между Санкт-Петербургом и Царским селом. Прошло еще несколько десятилетий, и первая железная дорога появилась на территории современной Белоруссии. Это был небольшой участок длиной в 32 километра между Гродно и Поречьем. В основном, в костях был построен железный дорог в Белоруссии до 1917 года. Более 4000 километров железных дорог. Было тогда, проходило 10 железных дорог по Белоруссии. Было построено, о которой не горят наточки за годы советской власти. Маленькие шасточки. По первым железнодорожным путям ездили паровозы. Чтобы привести их в движение, требовалось немало рабочих рук. Додушные профессии на транспорте были с самого начала. Это локомотивщики, путейцы, движенцы, дежурные по станции, начальники станции, проводники, кондуктора, тормозильщики были. Тормозов не было, вдоль поезда была протянута вировка, или трос. И машина за эту вировку дергал, и вот они крутили рычаги, тормози, как называли, Гаврилом родное название такое. Сейчас, когда машинисты приходят в музей, то у них очень большое удивление, как это можно все было делать, и как это на это хватало у них сил, даже поднять этот кочегарный инструмент или чемодан машиниста. О прибытии или отправлении поезда оповещал станционный колокол. Абсолютно все делалось вручную. Да-да, кстати, уже тогда было разделение вагонов по классу. Первый, второй, третий, четвертый. В вагонах первого класса вагоны были, скажем, шикарные. Диваны были, подсвечники были, вход и выход в каждое купе отдельно был. Ну, публика, естественно, богато ездила. И стопник был, печку топил, кирпича была выложена. А в вагонах попроще даже печников не было. Димой пассажиры, чтобы не замерзали, такими ставили туда ящики металлические или ведра, клали раскоренные кирпичи или камни, так грелись первые пассажиры. И когда станцию прибывали, следующая часть ведра ящики меняли, вложили обратное. Конечно, со временем в поезда пришло автоматическое отопление. Сами локомотивы меняются, паровозы вытесняют тепловозы. Такой машинист, кабина машиниста была в 60-е годы, когда начали поступать эти новые тепловозы. И казалось, что по сравнению с паровозами это была новая техника. Вот здесь всегда машинист работает, здесь рация. Теперь это, конечно, более совершенные уже системы. Интересный факт, кабина этого локомотива уже стоит в музее, но кое-где еще эксплуатируется. Хотя вполне может быть, совсем скоро эта модель станет полноправным экспонатом. Время меняется, поезда совершенствуют. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Субтитры создавал DimaTorzok. 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 тех же тепловозов, да, я могу провести, что это больше двух десятков мы будем покупать и тепловозов, и электровозов, и дизель-поездов до десяти. Вот, сейчас с этим приобретением, да, это наша программа, это задание, которое нам поручено правительством, и которое мы нацелены выполнить. За счет собственных средств? Основная часть подвижного состава приобретается за деньги Белорусской железной дороги по различным финансовым схемам. Лизинг, кредитные ресурсы и так далее. Могу привести пример, что в 2010 году планировалось приобретение двух тысяч грузовых вагонов, приобрели 2068. В этом году мы уже составили себе цель в госпрограмме 2500, но будем думать о трех тысячах. В Европе очень много. Вот какие вокзалы в последнее время уже могут похвастаться новизной, тем, что они отремонтированы? Брест очень активно свой вокзал, да, ремонтирует. Вицепс тоже закончен, сейчас Гродно идет реконструкция вокзалов. Ну, планомерно у нас идет обновление всех вокзалов, но оно, так сказать, постепенно идет движение. Вицепс закончили, сейчас работает Брест, работаем по Гродно, Гродно-Пореча участок идет модернизация, там ретро-поезд, собираемся пускать, так сказать, посмотреть. Для тех, кто ностальгирует? Да, на паровоз, как положено. А где он будет? Обязательно нужно будет съездить, посмотреть, какими же были поезда 150 лет назад, наверное, да, когда зарождалась дорога. Ну, сейчас идет реконструкция, так сказать, пути, вся инструктура строится под то время, то есть, ретро-вагоны сейчас, ну, делаются, так сказать, ну, паровоз. Это туристический проект? Это будет туристический проект, такой небольшой. Здорово. Ну что ж, будем ждать вот внедрения всех новинок, о которых сегодня поведали наши гости, это представители Белорусской железной дороги. Впереди долгая дорога. Полная ярких моментов. Новый день. И большие надежды. Белорусская железная дорога. 150 лет. Больше, чем история.